Добрый день! Я координатор группы 2 мая, Татьяна Герасимова, журналист. Мы решили провести этот брифинг накануне сессии городского совета, которая выносит на рассмотрение проект об увековечивании памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Я кратко зачитаю, но этот проект маленький. Те, кто писал этот проект, писали следующее. 2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия. Из-за политических разногласий провелась кровь, погибли люди. Многонациональная и мультикультурная Одесса, которая всегда гордилась своей толерантностью и терпимостью, экстремизм взял верх над человечностью. Только дав надлежащую официальную политико-правовую оценку событиям 2 мая, мы сможем стабилизировать общественно-политические отношения, добиться морального исцеления общества от страшного стресса, доказать необратимость процессов демократизации общества, убредить возможность повторения подобного рода трагедии. С целью увековечивания памяти невинных жертв трагедии 2 мая 2014 года, руководствуясь идеалами гуманизма и социальной справедливости, отстаивая права человека и гражданина с позиции общечеловеческих ценностей, в соответствии со статьями 25.26 закона Украины о местном самоуправлении в Украине, Одесский городской совет решил, первое, увековечить память жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в городе Одессе, второе, поручить Управлению архитектурой и градостроительства Одесского городского совета определить возможную форму, в которой может быть увековечена память жертв трагедии и представить свои предложения на рассмотрение городского совета. Третье, контроль за исполнением настоящего решения, возложить на постоянную комиссию по образованию, культуре, спорту и взаимодействию с общественными организациями. Как вы знаете, мы уже больше года занимаемся независимым журналистским расследованием событий 2 мая, поэтому мы посчитали невозможным для себя остаться в стороне от обсуждения темы увековечивания памяти жертв, и мы написали обращение к депутатам городского совета и городскому главе. Я сегодня здесь для того, чтобы огласить это заявление, это обращение. Мы его вчера передали в городской совет под роспись. Надеемся, что завтра найдется кто-то, кто его огласит. Если его завтра не зачитать, наше мнение не будет никаким образом учтено. Я хотела бы, чтобы наше обращение до горожан, до жителей Одессы донесли журналисты. Итак, в городском главе города Одессы. Геннадий Леонидович. Извините меня, ради Бога. А можно просто, чтобы вы не читали, поскольку текст у нас все равно есть, мы им располагаем, просто чтобы вы своими словами выразили позицию у группы и аргументировали ее, почему так, не читая, если можно. Я все понимаю, у вас есть текст, у вас, у журналистов, у тех, кто по другую сторону камер, нет этого текста. Поэтому то, что я сейчас зачитаю, это позиция тех членов группы, которые под ней подписались. Значит, я хочу напомнить, что в группе 13 человек, под заявлением подписались 9 человек, из них здесь 5 находятся. Из тех, кто не подписал, 2 человека заявили, что они подписывать это не будут. Это Юрий Ткачев и Валерия Ивашкина. Эксперт группы Юрий Мукан находится сейчас за границей, к нему нет доступа. И еще один член группы Евгений Пересыпкин, он просто не смог физически подъехать в воскресенье в то место, где мы собирались, и подписали это заявление на бумаге. Но он сказал, что он его полностью поддерживает. Поэтому я не буду полностью зачитывать, я только зачитаю наши выводы, те, которые мы хотели бы нанести до граждан и до депутатов городского совета. Это первое. Второе. Это наше заявление. Оно будет сегодня опубликовано на нашем блоге, оно будет опубликовано в группе 2 мая на Фейсбуке и ВКонтакте и в Твиттере. Поэтому все, кого это интересует и кто действительно тоже переживает на эту тему, смогут полный текст прочитать. Итак, почему мы посчитали для себя возможным об этом сказать? Потому что больше года, 13 месяцев, мы занимаемся не только расследованием, но мы общаемся с огромным количеством людей, которые таким или иным способом были вовлечены в конфликт. Мы чувствуем, понимаем настроение одесской громаде среди тех людей, которые как непосредственно были участниками событий, так и тех, кто просто имеет какое-то свое отношение к этому. Поэтому мы попросили депутатов проект решения с повестки дня сессии городского совета снять. Первая причина. Мы считаем, что такой мемориальный комплекс, каким бы он ни был, нейтральным или еще каким-либо, он может появиться только после того, как будет закончено уголовное расследование этого дела. Потому что на самом деле конфликт между людьми, у которых разные гражданские позиции, он никуда не делся. Он существует, он просто ушел вглубь, и мы этот конфликт видим в дни травмных мероприятий. Поэтому должна быть все-таки какая-то официальная позиция, и эта позиция должна основываться прежде всего на уголовном расследовании. Уголовное расследование еще далеко не закончено. Напомню, что дело только по одному эпизоду стрельбы на Дерибасовской передано в Малиновский суд. Дело по пожару в Думе профсоюзов еще расследуется. И там, как мы узнали буквально на днях, Генеральная прокуратура сейчас, спустя год с лишним, назначила сложную, комплексную экспертизу привлечения международных экспертов. Поэтому все-таки мы считаем, что необходимо дождаться окончания расследования и окончания всех судебных заседаний по этому вопросу. Второе. Для того, чтобы такой мемориальный объект не стал источником напряженности, а способствовал установлению мира, он должен все-таки появиться в результате каких-то обсуждений в городской громаде и после социологических опросов. И мы считаем, что необходимо к этому процессу подключить прежде всего специалистов в области социологии, конфликтологии, политологии и так далее, которых у нас достаточно хватает в Одессе. У нас есть несколько университетов, в которых есть специалисты по данным направлениям. Дальше. Причина номер три. Мы считаем, что 2 мая не только те, кто непосредственно был втянут в этот конфликт, кто потерял своих родных и близких, но и все одесситы получили достаточно серьезную психологическую травму. И то, что мы иногда сейчас наблюдаем, это свидетельствует о серьезном посттравматическом синдроме. Поэтому, к сожалению, за год, который прошел с дня трагедии, никто из депутатов Одесского курсовета, насколько я знаю, не озаботился тем, чтобы создать службу психологической поддержки, консультирования, помощи тем, кто в ней нуждается. Причина номер четыре. Страшная трагедия 2 мая произошла в нашем городе во время каденции нынешнего созыва курсовета. Который также несет ответственность за то, что произошло. Я не буду это расшифровывать. В тексте написано, вы все это прочитаете. Кроме того, у каждого из вас есть возможность зайти на сайт городского совета и просто проанализировать, чем занимался наш городской совет в период с февраля по июнь прошлого года. Были ли какие-то их заявления депутатов городского совета в связи с избиением журналистов 19 февраля под Одесской облгосадминистрацией, в связи с попыткой установить Одесскую народную республику 3 марта прошлого года в Одесской госадминистрации, в связи с русскими маршами, которые здесь проходили в нашем городе, в связи с тем, что накалялась обстановка. Вы сможете все это увидеть с февраля по июнь прошлого года ни одной сессии, ни одного заявления, ни одной реакции. Только попытки переворота, как это называли средства массовой информации, дворцового переворота. Вот это все, что было в те тяжелейшие месяцы. Сейчас вдруг, накануне выборов, вопрос о мемориале всплывает совершенно неожиданно, без всякой подготовки, без всякого мониторинга общественного мнения, всплывает на предстоящей сессии городского совета. Отсюда причина номер пять. Вопрос о создании мемориала выносится на сессию горсовета за пять месяцев до выборов в местные органы власти. Мы говорим, что это решение очень преждевременно, хотя бы уже потому, что на сегодняшний день до сих пор не установлена личность одного из погибших. И если на мемориальном объекте не написать имя этого человека, а это невозможно, это будет тоже несправедливо по отношению к погибшему, к его родному и близким. В связи с этим мы прилагаем городскому совету первое, внести вопрос об увековечивании памяти погибших во время трагедии 2 мая 2014 года в план работы Одесского городского совета на 2016 год. И второе, при принятии решения по данному вопросу провести консультации со специалистами в области в области социологии, психологии, политологии, конфликтологии. Также должны быть проведены общественные обсуждения, изучение мнения одесситов о форме такого увековечивания о необходимости создания мемориала и месте его нахождения. Это обращение подписали члены группы 2 мая Леонид Штекев, Сергей Дебров, Владимир Саркисян, Светлана Подпалая, Владислав Сердюк, Владислав Боленский, Татьяна Герасимова, Павел Поломарчук, Юрий Василов. Все, если вопросов нет, то у нас есть еще. Скажите, пожалуйста. А вот все-таки возникал вопрос, когда была пресс-конференция вот этой инициативной группы, о том, что вот, в общем-то, есть же погибшие с разных сторон. Вот вы, например, общались с представителями разных сторон, как они относятся, может быть, имеет смысл создать какой-то единый мемориал, не единый мемориал. Или, не знаю, ну вот погибли люди и там, и там. Там и там есть случайные, раненые, случайные, погибшие, наоборот, участники детей. Совершенно с вами согласна. Именно поэтому мы предлагаем сейчас этот вопрос отложить. Мы действительно общаемся и общались весь этот год с родственниками погибших с обоих сторон. И я не могу на сегодняшний день сказать, что царит между ними какое-то, знаете, понимание, что какое-то единство, понимание, что эта трагедия, которая унесла их близких, и она одинаково тяжела, эта трагедия, и для семей тех двух евромайдановцев, которые погибли на Дерибасовской, и для семей тех еще четырех антимайдановцев, которые погибли возле торгового центра Амфина, и для тех 42 семей, которые потеряли своих близких в Доме профсоюза. Именно поэтому, для того, чтобы все-таки найти какое-то единство в этом вопросе, мы и считаем, что нужно сейчас, не нужно сейчас торопиться. Надо все-таки, чтобы прежде всего семьи нашли друг другу какую-то дорожку, чтобы они смогли потянуть друг другу руки. Нельзя торопиться. Это очень тонкий, очень, знаете, вопрос, деликатный. При этом, вот, хочу сказать, моя личная точка зрения, я об этом писала, я федерический противник сноса того рукотворного мемориала, который был сделан на Куликовом поле. Я считаю, что нельзя было его трогать, и нельзя людям запрещать приходить на Куликово поле, поминать их близких. Это просто немилосердно и несправедливо по отношению к ним. Поэтому я призываю тех людей, которые это сделали, вернуться на место. Все фотографии, все цветы, все, что там находилось. Вернуть все это на место и спокойно обсуждать всей громадой. Я все-таки настаиваю на том, чтобы в процесс были вовлечены все граждане города, потому что эта трагедия наша общая. Нельзя тут делить на тех или на других, те, кто больше пострадал, те, кто меньше пострадал. Даже если мы сегодня не понимаем, не осознаем, какую травму получили даже те люди, которые непосредственно не пострадали в этой трагедии, то через годы мы все равно это сможем осознать. Поэтому я считаю, что это наш общий вопрос, это наша общая боль. И доводы вы услышали. Можно еще у нас уточнить по поводу на сегодняшний момент погибших на Греческой? То есть там сколько присыпали Майдан и Антимайдан? Значит, на Греческой мы об этом неоднократно писали и всюду подчеркивали, что первыми погибшими были Игорь Иванов и Андрей Бирюков. Это евромайдановцы. И уже потом, буквально через какое-то время, началась стрельба возле торгового центра Афина. И погибли 4 человека. Николай Еворский, Александр Жульков, Евгений Лосинский был ранен смертельно. Он умер потом в больнице через несколько дней. И Геннадий Петров. Поэтому это все есть в наших материалах, это все есть в нашей хронологии. Точное время погибших, которые мы... Гибели людей, ранения людей. Это все мы устанавливали в течение года. Читайте, пожалуйста, наши материалы на нашем блоге. Там есть точные данные. Я хочу по этой теме более конкретно высказаться. Почему мы не хотим, чтобы этот вопрос поднимался сейчас? Я хочу, чтобы все понимали, что мы не против того, чтобы увековечить память всех погибших. Причем мы не против того, чтобы это сделать в одном месте, например, на одной мемориальной доске, что были фамилии, имена погибших представителей, как одной и другой стороны. Почему мы не хотим делать это сейчас? Дело в том, что мы участвовали... Мы участвовали... Почему мы хотим, чтобы этот вопрос был отложен? Во-первых, мы участвовали во многих встречах представителей местной и областной власти с родственниками погибших. Как по нашим наблюдениям и исходя из нашего общения с родственниками погибших, как относится к другой стороны, видно, что до полного примирения еще очень далеко. Полного примирения еще нет. Этот процесс очень длительный, очень тяжелый. Поначалу, непосредственно по этих событиях была такая очень серьезная конфронтация. Никто никого не хотел слушать, никто не хотел никого понимать. Постепенно, постепенно в течение этого года, в том числе и благодаря работе нашей группы, удалось добиться, по крайней мере, хотя бы того, чтобы эти люди, родственники и близкие погибших с одной и с другой стороны, хотя бы начали о чем-то между собой говорить. На некоторых встречах в обл. администрации, на которой участвовал бывший губернатор, представители городской власти, было видно, что многие представители, в первую очередь, родственников погибших, колебковцев, они вообще категорически не хотят обсуждать вопрос перемирения, они настроены негативно, по этому вопросу агрессивно. И, понятное дело, что нельзя сейчас, имея такие настроения, в одном и другом лагере, говорить о том, что все выйдут к этому месту, где будет установлен какой-то монумент, и все это пройдет спокойно. Все прекрасно знают, все прекрасно видят, какие конфликты происходят на колебовом поле. Последний, буквально, по-моему, если не ошибаюсь, в воскресенье был. Благодаря только милиции, не дошло дело до стычек, до физического противостояния. Теперь давайте себе представим, открывается монумент, не важно в какой форме он будет, в форме просто мемориальной доски, или это будет какая-то композиция скульптурная, встречаются эти люди на открытие того момента, всплывают воспоминания, всплывают обиды, и до чего это может дойти. Поэтому пока нет какого-то более-менее нормального диалога между представителями, между родственниками одной и другой стороны, делать этого нельзя. Это первая причина такая весомая. И вторая причина, вот здесь Татьяна уже сказала, мы все-таки считаем, что вопрос, поднятый Горсоветом именно сейчас, это ничто иное, как попытка предвыборной манипуляции сознанием избирателей. Пять месяцев до выборов, больше года Горсовет вообще не произнес, никаких, ничего не говорил, никаких заявлений по поводу этой трагедии, серьезных, весомых, не предпринимал никаких мер для того, чтобы урегулировать ситуацию в городе, как-то погасить вот эти антагонистические настроения. И тут за пять месяцев до выборов Горсовет поднимает этот вопрос. Мы считаем, что к этому вопросу нужно вернуться, но только после выбора. И только после опроса всех одесситов. Я считаю, что у нас замечательный, в Одесском университете имени Мечникова, есть Институт социологических наук, ему вполне по силам провести качественно квалифицированный опрос населения города. И результаты этого вопроса можно положить в основу будущего обсуждения на сессии Горсовета или Облсовета создания монумента и увековечения памяти трагически погибших 2 мая прошлого года в нашем городе. Спасибо. Я хочу сказать о том, это моя личная точка зрения, что надо сделать для того, чтобы диалог между людьми с разными политическими взглядами на тему мемориала 2 мая был вообще в принципе возможен. Мне кажется, что для этого надо создать какую-то общественную комиссию, я повторяю, это только мое личное мнение, туда должны войти люди из Куликова поля и представители проукраинских сил, просто адекватные люди. Я знаю точно, я очень много общаюсь со всеми, что есть адекватные, позитивные, нормальные люди во всех лагерях абсолютно. И есть люди, которые озабочены которые вот этой вот проблемой, которые хотят, чтобы трагедия 2 мая была как-то вот увековечна. И тут я еще должна сказать, что у нас в обществе нет еще полного понимания масштабов этой трагедии в принципе. Потому что то, что произошло на греческой, оно известно, оно не раскрыто до конца на самом деле. Вот эта вот математика, сухая статистика, двое евромаграновцев и остальные со стороны Куликова поля или случайные люди, это не отражает ситуацию на самом деле. Потому что мы знаем, что было там больше 200 раненых. Но какие это были ранения? Чем они закончились? Сколько там людей стали инвалидами в итоге? Вот это все не раскрыто. Об этом еще никто не рассказал. В общем-то мы собираем эти данные. В общем-то я надеюсь, что мы опубликуем. Я просто могу показать такие цифры, что правоохранители пострадало по разным оценкам от 50 до 70. По-моему, 4 человека, если я не ошибаюсь, они были уволены из органов по причине потери трудоспособности. И в общем, понимаете, я сталкивалась с тем, что многие люди со стороны Куликова поля вообще не отдают себе отчет в том, что происходило на греческой. И зачастую даже отрицают это. А вот эту трагедию нельзя разрывать на эпизоде на самом деле. Надо как-то, чтобы это в общательном сознании улеглось, чтобы это было отрефлексировано, чтобы люди понимали, что вот эта трагедия одного дня трагического, она общая. Нельзя взять пожар в Доме профсоюзов и делать на нем какие-то политические капиталы. Этого делать нельзя. Мы против этого. И мы призываем действительно людей, которые осознают необходимость создания мемориала, объединиться. Потому что мы, предположим, в нашей группе есть люди с разными политическими взглядами. Может быть, не все друг другу даже внутри группы сильно нравятся. Мы вынуждены работать вместе. Я уверена, что и в отношении мемориала эта работа тоже возможна. Когда люди по-настоящему будут хотеть добиться, получить этот результат, который в итоге сработает на общественное примирение, которое должно у нас произойти. и все получится. И вот я, например, я планирую активно работать в этом направлении. У меня все. Вторая тема, которую мы хотим вынести на представить общественности, это наша встреча от членов нашей группы с международной консультативной группой Совета Европы, с представителями, которые мы встречали буквально неделю назад, здесь, в Одессе. Почему мы хотим, мы решили проинформировать общественность об этой встрече. Дело в том, что на протяжении всего периода работы комиссии мы встречались с различными организациями, с представителями различных абсолютно международных организаций, как официально, так и неофициально. ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Организация Объединенных Наций, Министры иностранных дел, послы. В основном эти встречи и носили такой информационный характер. Эта же встреча стоит особняком, потому что работа этой консультативной группы будет иметь последствия. Однозначно она будет иметь последствия. Она повлияет на ход расследования событий 2 мая и она повлияет на судьбу многих чиновников, как одесского уровня, так и высокопоставленных чиновников в Киеве. Эта международная консультативная группа была создана еще в прошлом году по решениям генерального секретаря Совета Европы для того, чтобы проанализировать ситуацию с расследованием событий на Майдане в Киеве и собрать информацию, дать оценку действиям следственных органов и известить об этом общественность, европейскую общественность. После событий 2 мая мандат этой группы был расширен на расследование проводимое по массовым беспорядкам произошедшим в нашем городе год назад. И эта группа после окончания, после доклада о событиях на Майдане, а это произошло 31 марта 2015 года, было закончено расследование этой группой и в апреле на одном из заседаний Совета Европы в Страсбурге руководитель группы сэр Николас Братца зачитал этот доклад. Доклад был в основном негативный, было много негатива в отношении следственных органов, в отношении отдельных руководителей в следственных и правоохранительных органах Украины. И я думаю, что этот доклад он повлиял на судьбу и еще повлияет на судьбу многих высокопоставленных чиновников действующей власти. После окончания работы над докладом по Майдану группа приступила, международная конструктивная группа приступила к изучению ситуации с расследованием событий 2 мая 2014 года в городе Одессе. Очень примечательный состав этой группы. Группа состоит из трех человек. Это записано и в мандате этой группы записано, кто должен входить в эту группу. Один представитель от международной общественности, им является руководитель группы, известный в политических и юридических кругах Европы, судья, бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца. Второй член группы это бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины Владимир Будкевич и третий член этой группы а по мандату еще одним членом должен быть представитель от оппозиции в Украине. Третьим членом является Олег Анпилогов депутат Харьковского областного совета бывший работник областной прокуратуры Харьковской области все наверное помнят негативные высказывания в его сторону со стороны министра внутренних дел Авакова. Возникла такая конфликтная ситуация между Аваковым и Олегом Анпилоговым. В общем-то такая достаточно известная фигура. на этой встрече которая произошла с членами нашей группы представители международной консультативной группы задавали очень много нам вопросов. В основном они задавали конечно нам вопросы, потому что информации они пока еще в полной мере не владеют то, что произошло 2 мая 2004 года в Одессе и надо сказать, что многое, что мы им рассказали, их очень сильно удивило. Их, например, очень сильно удивило, почему судебно-медицинскую экспертизу погибших проводит не государственное предприятие как положено вообще во всех цивилизованных европейских странах, а коммунальное предприятие Одесская областная судебно-медицинская экспертиза. Их очень удивило, почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Министерства по чрезвычайным ситуациям Главного управления в Одесской области. Люди, европейцы, например, не понимают, почему до сих пор прошел год никто не наказывал за то, что не вовремя стали тушить пожар и не вовремя направили пожарные машины. Для них это вообще просто звучит дико. Очень удивлялись члены этой группы, почему привлечены к уголовной ответственности со стороны работников милиции только ФОЧИДЖИ, находящиеся в розыске, и вот недавно только объявлено подозрение бывшему начальнику областного управления полковнику Луцюку. Они задают вопросы, естественно, они говорят, что мы видели фото-видео материалы, мы видели, как из-за спины работников милиции велась стрельба из огнестрельного оружия, но никто не попытался из-за работников милиции остановить людей, нарушающих закон, совершающих преступления. Они нас спрашивают, а вы вообще знаете, понимаете, почему это происходит? В общем, мы как могли отвечали на вопросы членов этой группы. Что для нас, что мы подчеркнули интересного? Мы услышали от членов международной конструктивной миссии то, чего мы хотели услышать на протяжении года и даже больше. Мы услышали о том, что будут привлечены международные эксперты для проведения повторных экспертиз по уголовному делу, касающимися массовых беспорядков 2 мая. Это очень хорошо, потому что экспертизы, проведенные в рамках расследования уголовного дела нашими экспертами, они у многих вызывают сомнение и вызывают ненаверие. Кроме того, мы услышали, что выводы миссии международной конструктивной группы, они будут использоваться Европейским судом по правам человека при рассмотрении дел, не только касаемо 2 мая, а вообще дел, в которых речь идет о нарушении прав человека в Украине. И мы считаем, что выводы этой группы будут наверняка отразятся на судьбе высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины. И в конце я хотел бы сказать вот что. к нашей группе есть негативные отношения со стороны некоторых руководителей городской власти. Высказываются какие-то порой даже оскорбительные такие наши адрес слова. Я хотел бы просто предупредить всех чиновников местного уровня, в первую очередь, в первую очередь чиновников городской власти, что наша группа достаточно известна в Европе и даже во всем мире. К выводам, к оценке нашей группы событий 2 мая прислушиваются представители официальных европейских структур и европейское сообщество в целом. И я бы пожелал бы нашим руководителям нашей городской власти, депутатам городсовета не делать каких-то резких высказываний, резких движений в сторону нашей группы, потому что для них это может иметь достаточно негативные последствия в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Как ее назвали? Украинскую мову международно-дорача-группа, международно-консультативная группа Совета Европы. Вот насколько эта группа вообще может теоретически хотя бы повлиять на официальное обследование, насколько я понимаю, которое сейчас находится в таком глухом пути, да, украинском. На этот вопрос может ответить мой коллега Сиднид Гибро. Не совсем. Добрый день. Я тоже был участник этой встречи. Естественно, вопрос о том, какой смысл в этом всем, конечно же, он был. Начнем с того, что уже имеется опыт. Эта группа изучала капельное следствие событий на Киевском Майдане и доклад этой группы, которая была опубликована несколько месяцев назад, стал мощным щелчком для следствия. После этого начались нормальные следственные действия, после этого были задержаны подозреваемые. До этого, в течение года, следствие, даже не то, что ни шатк, ни волка, оно вообще никак не шло. Это то, что случилось в Киеве после опубликации доклада этой группы. Не исключаю, что в Одессе ситуация будет такая же. Кроме того, имеется международная судебная инстанция, называемая Европейский суд по правам человека. Это инстанция, в которой имеют право украинские граждане обращаться в случае, если считать, что их права нарушены, права защищены Европейскими конвенциями. Не сомневаюсь в том, что по итогам событий и расследования событий 2 мая в Европейском суде будет много жалоб от украинских граждан на нарушение их прав. При рассмотрении этого дела Европейскому суду нужно будет опираться на какой-то фактаж, на какие-то материалы, на какие-то сведения, на какие-то выводы. Вот работа этой группы и доклад этой группы как раз и будет той базой юридической, которую Европейский суд по правам человека будет использовать при рассмотрении этих жалоб. Потому что ничего другого по большому счету на данный момент у Европейского суда нет. Поэтому мы считаем, что общение с комиссией, в которой был бывший председатель Европейского суда, в которой был высший судья от Украины, Европейского суда, как раз и будет направлен на то, чтобы доклад мог использоваться как юридическое обоснование при рассмотрении жалоб. Боленский Владислав и я тоже участвовал в этой встрече и хочу сказать, что нами были переданы материалы нашего расследования этой группы группы и документы нашей хронологии событий и в том числе экспертизы, которые достаточно важны, потому что содержат ряд первоисточников. Это фотографии, фотоматериал, видеоматериал, на который в последующем могут ссылаться или могут анализировать привлеченные эксперты в общем-то европейские. Также я хочу сказать отдельно по поводу предстоящей сессии, по поводу этого проекта решения 5.3, которое обсуждали до этого. И хочу сказать, что абсолютно, скажем так, понятна версия городских властей, когда они пытаются сделать вид, что они соблюдают паритет между избирателями. При этом в общем-то особо цинично выглядит то, что с одной стороны могут находиться люди, скажем так, действия, которые сейчас расцениваются по уже Конституции, вот сейчас расцениваются как преступные зачастую. Поэтому если мы вспомним допустим события майские 9 мая и мы увидим, что это приняло вообще уродливые формы, когда прямо на Аллее Славы, на Мемориале проводился несанкционированный митинг и в общем-то он проводился с я точно вас могу заверить, что он проводился с попустительства и с поддержки городских властей. И тогда мы видели, что опять же выкрикивались лозунги антиукраинские и все это было очень ярко и я просто хочу сказать, что вот события, которые сейчас происходят с инициацией вот этих вопросов по мемориалу 2 мая, они напоминают вот события 8-9 мая. также если говорить о том о тех группах скажем депутатских, которые инициируют эти события, то инициируют эти проекты решения, можно сказать, что они напрямую непосредственно были задействованы в самих событиях 2 мая и в общем-то инициируют это группы Радына и если мы помним, то сейчас среди депутатов есть такие депутаты как Бабаван и Васильев и Дмитриев это люди, которые непосредственно участвовали тогда в развитии и поддержке антимайдана. Также хочу сказать, что мною совместно с волонтерской группой Подолянка была организована фото-выставка, которая сейчас к слову проходит вот сегодня и последующие два дня будет проходить на Думской площади. Но изначально это большой проект, который направлен на создание мемориала воина Матол в Одессе. Причем я считаю, что именно этот вопрос сейчас важно рассматривать хотя бы с точки зрения городским властям. Почему? Потому что Одесса чуть ли не единственный город областного значения, в котором отсутствует и мемориал Небесной Сотни, и мемориал воинам АТО. Но нами создана инициативная группа, и мы по процедуре должны собрать пять тысяч подписей для того, чтобы только начали рассматривать в городской ради этот проект. Но как видите, то, что подают сами депутатские группы, они очень быстро, то есть процедура укороченная, ускоренная, поэтому они могут принять вот этот проект решения, и будет абсолютно такая непонятная ситуация, когда допустим в Одессе появится памятник, посвященный погибшему Кушнареву или Маркину, а допустим сто одесситов погибших, им даже негде разложить цветы родственникам. Поэтому я считаю, что очень важно сейчас ну скажем так по крайней мере показать депутатам, что вот эти вот моменты, которые они пытаются оправдать как бы вот эти решения, оправдать якобы желанием сохранить мир и спокойствие в Одессе, они во-первых со стороны очень ну некрасиво выглядят как политическая провокация, а во-вторых они ну в общем-то наоборот способствуют разжиганию вот таких вот накаленной ситуации. Спасибо. Я раз уж наш притинг превратился в небольшой отчет о работе группы 2 мая за последнее время, я вкратце расскажу о решении Одесского окружного административного суда о доступе к материалам уголовного дела, в частности экспертизам по причинам смерти погибших. 21 мая суд вынес решение, 25 мая был полный текст, этот текст сейчас доступен в реестре судебных решений, иск был вводен в ноябре месяце и в итоге было рассмотрено заднее заседание. Столько времени ушло на то, чтобы доказать судебной системе, что, во-первых, журналисты и люди, не являющиеся участниками уголовного производства, имеют право претендовать на информацию, которая является тайной следствия, второе, нужно было доказать, что это должно рассматриваться административным судом, и, наконец, надо было обосновать, что интерес общества к данной информации превышает интерес следствия по закритету информации. В итоге имеется решение суда, которое стало итогом двух апелляционных жалоб успешных и серьезных судебных дебатов, согласно которому суд установил, что в данном случае интересом демократии в Украине больше отвечают раскрытие данной информации, чем ее закрытие. Это, насколько мне известно, первый такой случай в Украине. Раньше считалось, что достаточно любую информацию, любой документ объявить тайное следствие, и после этого доступ к нему не будет иметь никто никогда, потому что участникам процесса прокурорных следователей просто не даст разрешения, а все остальные просто будут отказаны сразу, потому что они сторонами уголовного процесса не являются. В том-то и важность этого решения в том, что это решение прецедентное. Впервые, к сожалению, печальному сожалению, в Одессе произошло событие, общественный интерес, которому существенно превосходит любой другой интерес, интересы государства, в частности. И решением суда признано, что, во-первых, экстраординарность этих событий доказана, признана всеми, не требует даже доказательств. И в данном случае суд решил, что, действительно, сокрытие данной информации наносит ущерб государству и обществу гораздо больше, чем раскрытие данной информации. Решение суда вступит в силу либо по истечению срока обжалования, который уже истек, либо после операционной жалобы, которая может быть подна какой-то страной. На данный момент, к сожалению, я не имею информации о том, обжаловано это решение или нет. Предполагаю, что оно будет обжаловано. Вполне вероятно, мы готовы к такому развитию. Но после вступления в силу однозначно мы используем это решение для того, чтобы получить в коммунальном учреждении Одесское областное бюро судмедэкспертизы, получить материалы судмедэкспертиз. В них не будет персональных данных, в них не будет указаны фамилии, имена погибших, фамилии, имена экспертов. Это наша принципиальная позиция. Но наличие этих документированных сведений позволит нам подтвердить или опровергнуть выводы наших экспертов, согласно которым все люди, которые погибли в Доме профсоюзов, погибли от воздействия различных факторов пожара. Высокой температуры либо дыма с угарным газом и другими токсичными веществами. Если будет информация об обжаловании или оступлении в силу данного решения, безусловно, наша группа об этом сообщит. Естественно, мы сообщим об итогах изучения этих экспертиз нашими экспертами. В интернет были угрошены все 48, насколько я помню, актов субмедэкспертизы. В связи с этим ценность судебного решения, о котором Вы говорите, она не теряет свой вес? Публикация, слив информации с материалами следствия был одним из моих аргументов в суде, когда я доказывал необходимость официального обнародования их сведений. Наличие такого слива говорит о том, что имеется интерес как информация очень серьезная, интервью, раз которого нельзя. К сожалению, сейчас наша группа не может использовать данные этого слива по нескольким причинам, главной из которых мы не можем проверить степень достоверности этой информации, потому что в заключении судебно-медицинском достаточно убрать или добавить один абзац для того, чтобы выводы были абсолютно противоположны. Опубликованные текстовые файлы мы не знаем, черновик это или не черновик, имеют ли они общие отношения к экскортизии, не имеют. Поэтому использовать их в качестве достоверных фактов мы не можем. Но тот факт, что эта информация была слита и была обнародована, говорит о том, что интерес к этому есть. Поэтому, также мы получили эту информацию, мы сможем оценить насколько достоверны эти сведения, хотя я не вижу в этом никакой необходимости. И второе, что, конечно, очень печалит в ситуации со сливом, то, что были слиты данные, содержащие все персональные сведения, все данные о состоянии здоровья, о состоянии причинных смерти, о состоянии тела людей поименно после смерти. Это очень, скажем так, печальная ситуация, потому что в ряде случаев могут возникнуть этические проблемы, которые очень не хотелось бы поднимать исключительно из соображений и уважения к памяти тем, кто погиб. Поэтому с самого начала, с самого первого искового заявления мы требовали, чтобы эта информация была обезличена, та, которую мы хотим, чтобы в ней не было никаких персональных данных, чтобы невозможно было сопоставить конкретный акт с конкретным лицом, который погибл, что позволит избежать любых этических конфликтов, которые возможны отректироваться. отректируем. Отректируем.